Всем-всем привет, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь на Малой Садовой улице. Решила прогуляться по центру города, в сторону Невского проспекта. Давайте пойдемте посмотрим, чем же у нас сегодня дышит Малая Садовая. И посмотрим, что здесь есть. Малая Садовая улица. Это пешеходная магистраль в центре Санкт-Петербурга. Она проходит между Итальянской улицей у Манежной площади и Невским проспектом напротив Екатерининского сквера с памятником Екатерине II. Начиная с XVIII века улица меняла свое название. Она была Шуваловым переулком, затем улицей Новой, Екатерининской, а затем Малой Садовой. А в советские годы, после революции, улица носила название Пролет Культа. Ну а после войны ей вернули историческое название. На этой улице немало достопримечательностей, о которых вы все, наверное, знаете. Ну а может и не знаете. Здесь находится Ленинградский дом радио, Елисеевский магазин, рядом с ним фонтан-часы и есть три интересных памятника, вернее, скульптуры. Например, на карнизах домов по обе стороны Малой Садовой заняла место скульптурная кошачья парочка. Это кот Елисей и кошка Василиса. Прохожие кидают в них монеты и загадывают желание. Если монета попадает, то желание обязательно сбудется. Ну а третий памятник – это памятник фотографу. Вот двух с половиной метровый монумент с зонтиком и собачкой. Это памятник фотографу Карлу Буле. Кто же это такой? Итак, Карл Карлович Була. Его настоящее имя – Карл Освальд Була. Он родился в русской провинции, где-то между Германией и Польшей. До 12 лет мальчик совсем не знал русского языка, но родители его отправили в Санкт-Петербург на заработки. Он стал работать в одном из фотоателье мальчиком на побегушках. То есть он ставил свет, он общался с клиентами. И так со временем он стал пробовать себя именно как фотограф. Но все же, чем же так уникален этот человек? И почему же в самом сердце Петербурга, на Малой Садовой улице, рядом с Невским проспектом, установлен ему монумент? И к этому монументу все подходят, фотографируются, загадывают желание. Потому что по приметам, если потереть маленькую собачку, его руку, нос, шляпу, фотоаппарат, то ваше желание исполнится. Такая же история, как и вот с этими котами. Все дело в том, что Карл Була являлся первым петербургским фотографом, который делал все фотографии, то есть репортажные съемки, портреты, семейные съемки, ну то есть все виды фотографий, которые вы знаете, которые делают сейчас, просто сейчас цифровой век, а раньше был век пленки. И забегая вперед, я скажу, что это личный фотограф царской семьи. То есть все фотографии, которые вы видели, начало 20 века, конца 19 века, это фотографии Карла Була. И буквально здесь за углом на Невском 54 находится фотосалон Карла Булы. Он сохранился до сих пор, но только в виде музея. Я предлагаю, кстати, сейчас туда пройти, посмотреть и узнать его историю поподробнее. Увидим Невский проспект сверху. Там есть очень одна такая симпатичная мансарда, откуда раскрывается потрясающий вид на Садовую и Невский проспект. Пойдемте. Ну вот мы уже на месте, и как вы успели заметить, прошли мы всего секунд 30, и подняться нужно по этой лестнице на четвертый этаж, и мы уже в салоне Карла Булы. Итак, как я уже сказала, его история началась в конце 19 века. Как говорил сам Карл Була, что я не могу просто так сидеть в ателье, я не могу просто так делать какую-то черновую работу. Я стал пробовать себя в фотографии, стал выходить на улицы и просто так фотографировать людей. А фотографировал он все подряд. Обычных прохожих, людей в магазине, людей в транспорте, просто дворника, полицейского, всех подряд. Со временем он набрался опыта, и буквально через несколько лет он приобретает помещение на Садовой 61. Это чуть дальше от Невского проспекта. Там он открывает уже свое собственное фотоателье. А еще через какое-то время он открывает фотоателье в здании Пассажа. Это буквально вот здесь в минуте ходьбы. Но на тот момент он уже становится, можно сказать, звездой. Он уже фотографирует известных людей. У него уже были и Лев Таустой, и Куприн, и Репин, и много-много-много знаменитых людей. А в 1908 году Карла Була покупает помещение на Невском 54, вот в этом здании на четвертом этаже. До этого здесь был лифт, но потом лифт обрушился, и собственники уже не стали его ремонтировать. С тех пор лифта здесь нет. Но, тем не менее, это не мешало людям сюда ходить толпами, потому что все хотели попасть к знаменитому фотографу на фотосет. А приходили сюда люди всех сословий. Чиновники, гусары, фрейлины, гимназисты, художники, ученые, артисты, музыканты. Ну, как мне зайти к знаменитому буле? Немного позже его деятельность превратилась в целый бизнес. Карл Була организовал свое агентство. Оно так и называлось, агентство Була. У фотографа было также два сына, Александр и Виктор. Они тоже были очень известными, также занимались фотографией, но об этом немного позже. Ну вот, мы с вами заходим в само ателье. Оно имеет такое симпатичное стилизованное помещение под старину. Такие здесь цветочки. Кстати, наверху есть комната оранжерея с экзотическими растениями. Фотоаппарат. Фотоаппарат тоже настоящий, между прочим. Реставрированный. Ателье имеет трехъярусное помещение, то есть три этажа, третий такой чердачная маленькая комнатка. Сейчас мы туда поднимемся, но сначала купим билеты. Ну все, я купила билет, он стоит сейчас 150 рублей. Поднимаемся наверх. Кстати, женщина, которая продает билеты, она сказала, что наверху там только фотографии. Времен 20-го, наверное, века, но там нет работ Карла Булы, то есть чьи-то чужие работы, но именно тех времен. И есть еще какого-то современного фотографа работы здесь тоже. И здесь все в стиле ню. Сейчас вы увидите такие интересные фоточки. Вот такие вот обнаженных женщин. Видите, какая маленькая комната, но очень интересная. Вот такие фотографии. А здесь вид на Елисеевский магазин. Ну, пойдемте вниз. И уже посмотрим фотографии Булы. Такой коридор. Здесь вот уже начинается. В этом фотоателе можно сделать фотосессию в старинных костюмах, которые здесь же дают на прокат. Вы можете их взять на прокат и прийти с семьей и сделать себе хорошую фотографию историческую, напомню исторического интерьера. И еще такой момент, помимо того, что здесь очень много работ Карла Булы, здесь сохранились его техника, его старые фотоаппараты. И говорят, что они до сих пор работают, и что именно на них и проводится вот эта вот фотосессия в старинных костюмах. В попытках понять, как жили люди на рубеже 19 и 20 веков, мы обращаемся к старинным фотографиям, не задумываясь, кто и при каких обстоятельствах их делал. Появление новой технологии позволило фотографу отказаться от штатива и перейти на фотоаппарат, который можно было носить на груди. Это открыло потрясающие перспективы для репортажной съемки. Булла изобрел собственные бромжелатиновые фотопластины. За счет состава его эмульсии мы имеем сегодня фотографии, глядя на которые создается впечатление, что снимки сделаны вчера. У запечатленных на снимках людей можно разглядеть глаза и зрачки. Да и выражения лиц у моделей не натянутые, а естественные и живые. Не зря по свидетельствам очевидцев Булла просил, будьте поживее, не сидите так натянуто. За российский период творчества с 1874 по 1917 годы Булла выполнил более 100 тысяч работ. Благодаря им мы представляем, как и чем жила империя на рубеже веков. Его собственное рекламное объявление говорит о гениальности этого человека. Снимаю всякие архитектурные предметы, как внутренние, так и наружные фасады, дома, фабрики, мастерские с рабочими, машины, железные дороги, памятники, магазины, виды. Различные сцены и типы, снимки с древних и старинных предметов, открытия и освещения зданий, юбилейные торжества, моментальные снимки спорта всякого рода, с лошадей, собак и других животных. Самоотверженным трудом, многоплановостью и качеством работ Карл Карлович добился права снимать Николая II и членов императорской семьи и торжества в высочайшем присутствии. Вот тогда и появились фотографии императора и членов царствующего дома, а также лиц их обслуживающих, от лакеев до министра высочайшего двора. Следующим шагом к расширению диапазона деятельности булы стало свидетельство, выданное главным морским штабом в 1904 году, позволяющее производить съемку во время маневров, смотров, учений, спусков и закладок судов и вообще всех событий, касающихся морской жизни. Чуть позднее к морякам присоединился главный штаб военного министерства, выдав свидетельство на право производить фотографические снимки на маневрах и учениях войск гвардии и Петербургского военного округа. Результат – многочисленные снимки с маневров, учений, парадов, портреты военачальников и рядовых. В 1914 году началась Первая мировая война, перевернувшая жизнь миллионов людей. На настроение Карла Карловича это не могло не повлиять, что из добропорядочного подданного Российской империи, которым он являлся 38 лет, була вмиг превратился в глазах многих соотечественников во враждебного немца. Имел даже место случай ареста Карла Карловича и его сыновей при съемке военных кораблей. Слухи о прогерманских настроениях императрицы Александры Федоровны, которую не раз снимал була, также нагнетали обстановку. Будучи состоятельным человеком, умным и рачительным хозяином, он осознавал разрушительный характер происходящих в России событий и вряд ли был бы готов их принять. КОНЕЦ Ну вот, друзья, мы с вами на крыше фотоателье Карла Булы на открытой мансарде с видом на Невский проспект и Садовую улицу. Здесь еще есть вид на публичную библиотеку, и вон там скульптура богиня Миневры. На ее шлеме маленький, самый маленький сфинкс в Петербурге. Ну, так считается. Я не знаю, отсюда ее видно или нет. Ну, конечно, не видно. В 1916 году Карл Булла покидает Петербург, он уезжает жить в Эстонию. А его два сына, Александр и Виктор, они остаются в Петербурге и работают фоторепортерами. Кстати говоря, вот с этой крыши было снято очень много фотографий разных исторических событий, которые происходили здесь. И в том числе с крыши соседнего здания пассажа была сделана известная фотография, вот вы ее сейчас все видите. Когда 3 июня 1917 года была забастовка против Бременного правительства, и на пересечении Невского и Садовой людей просто расстреливали на месте. Просто расстреливали. И вот эту фотографию сделал Виктор Булла. Также Виктор и Александр, они были участниками войн. Александр участвовал в Первой мировой войне, а Виктор был участником русско-японской войны. Они там работали фоторепортерами. Они плотно сотрудничали с властями, были вхожи в Смольный. Фотографировали разные заседания, разные совещания, собрания. Фотографировали разных известных чиновников, в том числе и Ленина. Они плотно сотрудничали с Троцким. И, скорее всего, это и повлияло на их дальнейшую судьбу. Потому что в 1928 году Александр был арестован. Он прошел Соловки. Затем его отправили на Беломор-канал. Он там также занимался фотографией. Его работы печатались в газетах и журналах. А умер он в середине 40-х годов. А Виктор в то время руководил вот этим фамильным фотосалоном. И в середине 30-х годов его снимают с должности и ставят на его место какого-то другого человека. И этот человек начинает на него писать многочисленные доносы. Соответственно, Виктора рисковывают. НКВД здесь в мастерской переворачивает все с ног на голову. Проводит обыски. Здесь много чего разборовали. Личные вещи, деньги. Было разбито очень много негативов. И чудом уцелевшие негативы, они сейчас хранятся в здании Эрмитажа. Кстати говоря, когда НКВД здесь проводило обыск, то было обнаружено очень много фотографий известных людей, известных фамилий, фамилии которых, вернее, были запрещены. И в том числе портреты семьи Николая Второго. Конечно, это, скорее всего, внесло также свою лепту. В общем, Виктора арестовали, его допрашивали. И во время второго допроса он сознался в шпионаже в пользу Германии. Но действительно, в 1925 году Виктор ездил в Германию для того, чтобы закупить там фотобумагу. Но вот во время допроса он все-таки сознался, что сотрудничал с разведкой, с немецкой разведкой. Мы все знаем историю, как у нас допрашивают людей с покон веков. И тут можно сознаться, по-моему, в чем угодно. Затем в 1938 году Виктора расстреляли, а родственникам сказали, что он умер в 1944-м от рака желудка. Но, как выясняется, это не так, потому что в 1938 году Виктор был осужден на 10 лет без права переписки, а эта формулировка уже означала расстрел. Ну вот в то время их фотографии, их работы были запрещены. Запрещено было выпускать их работы под именем Була. Но, тем не менее, через 100 с лишним лет мы с вами знаем фамилию Була. Мы с вами видели их работы. Мы с вами знаем их историю. Мы снимаем видео. И это нам говорит о том, что искусство, оно будет жить всегда, несмотря ни на что. Несмотря на страшную историю, несмотря на годы, искусство всегда живет. И показывает нам все, что происходило с людьми, показывает нам все, что происходило в стране, показывает нам всю нашу историю. Ну а вам, дорогие друзья, если понравилось это видео, то обязательно ставьте нравится, подписывайтесь на канал. А мы с вами увидимся уже в следующих роликах. Всем пока!